В день 72-летия главного стерха бензоколонии украинские компьютерные специалисты в своем стиле поздравили Путина с днем рождения. С самого утра прекратили онлайн-овещание основные пропагандистские телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Россия-культура», «РТР-планета» и более 20 других. В среде березок не работало не только онлайн-овещание этих телеканалов, но и телевизионное. Была уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не было даже интернета и телефонии. Сейчас, смотрю, вещание ведется. Желающих нести русский мир в интернет на России пока еще достаточно. А еще они сломали сайты российских судов. Все приурочено ко дню рождения Путина. Вот и в Феодосии второй день продолжается праздничный костер в честь дня рождения нечисти. А инфраструктуру хранения на феодосийском нефтетерминале составляют 43 резервуара общей емкостью 258 тысяч кубометров. Говорят, объявили даже эвакуацию. Они летели на Крымский мост, но были перехвачены пустой цистерной нефтебазой. Почти полная официальная версия событий. Вслушайтесь формулировку, а я прокомментирую. ДБР разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК СП Одессы, который организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Противоправная схема действовала с марта 23-го года. Вдумайтесь. Сотрудник несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе Оберих за 4-7 тысяч долларов США. Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу. Конец цитаты. Так вот, это не сотрудник мужчина ее организовал, а власть, схему эту. Сразу было понятно, что создана коррупционная дыра, а дырищей ее сделали ситуация в стране и бесконечное вранье из марафонов. У ТЦКшников уже целая сеть кафешек по Киеву, где они сидят как в засадах, бо торчать на улице холодно, мокро и палевно. А, ну и просто смешное. Без комментов. Тут все на картинке и так понятно.